Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы с вами говорили о смелости последней несколько служений. Но Бог также начал говорить со мной о еще одной очень важной теме, связанной со смелостью. Мы говорили, что смелость – это не черта характера, это не просто умение за себя постоять. Смелость – это не просто агрессивный темперамент в обращении с людьми и ситуациями. Смелость – это божественная сила, которая происходит из полноты. Когда говорит кто-то, кто полон Слова и Духа, Слово выходит со смелостью. У него есть свой звук, свой поток, свой уровень. Высокий уровень Слова, высокий уровень помазания выходит, когда говорит кто-то, кто полон Слова. Слово звучит смело. И как мы говорили, помазание выходит навстречу смелости. Чем вы смелее, тем сильнее будет помазание. Также смелость свидетельствует о том, что вы прогнали страх, потому что в сосуде, полном Слова и Духа, нет места страху. Этот сосуд доверху наполнен Словом и Духом, и для страха не осталось никакого места. Если вы видите смелого человека, знайте, он наступил на горло страху и сказал «не в моей жизни». Что же еще сопровождает тот поток смелости, который нам нужен, если мы хотим увидеть исцеление и чудеса последних дней в той степени, в которой того хочет Бог? Марка, 12 глава, 30 стих. Иисус здесь говорит «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Иисус очень четко дает нам понять, что ничто в нашем естестве не должно быть удержано или укрыто от Бога, «Если мы желаем быть тем сосудом, которого хочет Бог, мы не можем какую-то часть себя удержать от Него. Мы должны быть отданы Ему целиком и полностью, без остатка». Часто можно услышать рассуждения комментаторов о тех или иных спортсменах. И бывает, они говорят о том, какой большой у кого-то талант. Но иногда они говорят о трудолюбии какого-то спортсмена. О том, что он настолько смел и агрессивен, что хоть он и не самый одаренный, но придет к финишу первым. И я хочу, чтобы вы знали, что всецелая отдача, даже в земных вещах, восполнит недостаток таланта. Когда кто-то всецело себя посвящает чему-то, он и в земных вещах добьется успеха, просто благодаря своему рвению. А у кого-то может быть великий талант, но он занимается без особого энтузиазма. Ни один тренер не захочет иметь дело с таким. Сколько бы ни было таланта, если игрок не напорист, не борется за мяч, он не прыгает, чтобы подобрать мяч у кольца, не готов броситься на перерез пасу. У него есть талант, но он его не проявляет. Ни один тренер не захочет такого. Суть не в том, сколько у нас таланта или божественных способностей, но насколько всецелом мы себя посвятили. От всего ли сердца? И мне все равно, какой у вас уровень интеллекта, какое у вас образование или его вообще нет. Вы можете быть посвящены всем сердцем. И именно об этом говорит Иисус. Это первая заповедь, что Богу мы должны быть отданы всем сердцем, целиком и полностью вложить всех себя в это. Служить Богу всем сердцем, жертвовать от всего сердца, а не задней мыслью. Хорошо бы было оставить это себе. Мы не служим, жалея, что не могли остаться дома. Мы не делаем что-то в поместной церкви, жалея, что настала наша очередь. Всем сердцем. Вот что Иисус назвал первой заповедью. Не рекомендацией, заповедью. И я скажу, Бог не дает своему народу рекомендаций. Он дает повеление. Если вы бывали на служениях брата Коупленда в нашей церкви, я надеюсь, что вы были внимательны и услышали фразу, которую он говорит довольно часто. «Отец, я твой, повелевай мною». Это повеление. Это не рекомендации. Все, что Бог говорит нам, обсуждений не подлежит. И когда вы всем сердцем отданы, именно так вы к этому и относитесь, что это не обсуждается. Иисус сказал, что мы должны любить Бога всем сердцем, всею душою, всем умом, всей силой. Это так важно. Знаете почему? Когда у нас есть нужда, мы хотим, чтобы Бог всецело вмешался, а не в полсердца. Мы хотим всю Его силу. Мы не хотим, чтобы Он просто сказал, «Ну, я не знаю, что-то сегодня мне не особо хочется тебе помогать». Нет, мы не хотим, чтобы Бог так к нам относился. Тогда не надо сеять такое отношение. Ведь что посеем, то и пожнем. Если мы не будем сеять вовлечение всем сердцем, пожнем ли мы Его? Скорее всего, нет. Потому что пожать можно лишь то, что посеял. Это касается также работы, не так ли? Трудитесь для своего работодателя от всего сердца. То есть полностью выкладывайтесь. Не работайте на него, попутно жалея, что у вас нет своей компании. Не просто получайте у него свою зарплату, выжидая удобного случая начать свой собственный бизнес. Это не добросовестность, это не благонадежность. Полная сердечная отдача так важна. Если мы хотим видеть чудеса, мы не можем быть в полсилы заинтересованы в них. Мы не можем половинчато быть заинтересованы в получении исцеления. В этом должно быть все сердце. Вовлечение всем сердцем так важно. На самом деле, не об этом моя проповедь, но я хотела отметить это, потому что это часть мышления, необходимого нам, чтобы получать что-то от Бога. Теперь, второе послание Тимофею, вторая глава. Второе послание Тимофею, вторая глава, с третьего стиха. Павел пишет молодому служителю Тимофею, «Итак, посмотрите, переноси страдания». Заметьте, трудности будут приходить. Переноси страдания. Не сдавайся. Переноси. Не жалуйся, находясь в них. Переноси. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Если мы невыносливы, мы не можем сказать, что мы хороши в своем деле. Если мы хороши в своем деле, мы доходим до конца. Не бросаем все на полпути. Не жалуемся. Сложные обстоятельства будут приходить. Вот о чем он говорит. Трудности будут приходить. Когда трудности приходят, взгляните им в лицо, и если вы всецело преданы своему делу, вам нетрудно будет его завершить. То, что приходят сложные обстоятельства, не значит, что вам должно быть сложно. Когда вы наполнены, нет ничего сложного, потому что из вас просто выходит бурный поток навстречу всему, и он поглощает все вокруг. Поэтому тяжелые обстоятельства не означают тяжелую жизнь. Тяжелые обстоятельства требуют полноты, а с полнотой все становится легко. При полноте вы даже не обратите внимания. Вы будете настолько захвачены полнотой и тем, чего вы полны, что когда против вас восстанет какая-то трудность, вы на нее даже не обратите внимания, потому что вы целиком захвачены наполнением. Когда мой муж ушел домой к Господу, я не занималась тем, чтобы не впустить скорбь и печаль. Я занималась постоянным наполнением через хвалу и поклонение Богу, и полнота не впускала скорбь и печаль. Вы понимаете? И именно об этом говорил Иисус о всецелой отдаче, всем сердцем, всей душой, всем умом, всей силой, в полноте. И если придут трудности, мы сможем их перенести, потому что мы будем жить не тяжело, а полной жизнью, отдавая Богу все и встречая каждую ситуацию полнотой. Это позволит нам все преодолеть так легко. Как называют олимпийский вид спорта с шестом? Помогите мне. Скажите еще раз. Прыжки с шестом? Спортсмен отталкивается шестом, и если шест правильно поставлен в упор, кажется, атлет так легко и элегантно перелетает через высочайшую планку. Но если шест поставлен не так, атлет полетит лицом в асфальт или в траву. Однако, если шест поставлен правильно, атлет просто парит. Вот что делает полнота. Вы правильно опираете свою жизнь, и когда приходят обстоятельства, вы просто парите вверх и через трудности. И жизнь не трудна для вас при трудных обстоятельствах. Послушайте, мы с вами можем подойти к площадке для прыжков с шестом, и я не знаю, насколько высоко стоит планка. Кто-нибудь знает? Ну, очень высоко. Очень высоко над головой. Мы можем подойти и сказать, «Боже мой, это так тяжело, это будет так трудно преодолеть». Но подойдет парень с шестом и скажет, «Это легко одолеть». Все дело в том, что он знает. Все зависит от его навыков в обращении с шестом. Будучи наученным обращаться с шестом, он точно ставит его в упор. А для этого есть специальное место. И когда он точно ставит шест в упор, после правильного разбега, он просто перелетает через планку, потому что навыки делают сложные вещи простыми. Если что-то тяжело, станьте более умелыми в слове, потому что когда вы полны слова, трудное становится легким. Вот что Павел сказал Тимофею, «Переноси трудности». Не подходи к трудностям и не говори, «Боже мой, они так велики». Точно так же, как если бы мы без шеста стояли и смотрели на ту высоту, которую должен преодолеть атлет. Посмотрев на такие трудности, мы бы сказали, «Вот это да, я никогда это не одолею». Это если смотреть по плоти. Но если бы вы пришли наполненными, вы бы сказали, «У меня есть все необходимое снаряжение, чтобы переправиться через это препятствие». Переносите трудности, а не впечатляйтесь ими. Не будьте в ужасе от них, не бойтесь их. Переносите их, переправляйтесь на другую сторону. Итак, Павел сказал Тимофею, «Переноси страдания, как добрый воин». Послушайте, хороший солдат не жалуется. Хороший солдат не ноет. Хороший солдат не подрывает боевой дух своих однополчан. Не так ли? Офицерское звание получают те, кто поднимает настрой остальных. Они те, кто сидят и жалуются. «Тут плохо кормят», «Сержант сегодня грубо со мной говорил». Понимаете? «Ва-ва». Это не добрый воин. Он вечно останется в рядовых. Добрый воин достигнет вершин, потому что он иначе реагирует на обстоятельства и трудности, чем остальные. Вы столкнетесь с трудными обстоятельствами, но они не обязательно должны быть трудными для вас. И я хочу, чтобы вы правильно понимали то, что я рассказываю, потому что люди с неправильным мышлением могут не так это истолковать. Когда мой муж ушел домой к Господу, это было величайшей трагедией в моей жизни, но это не было самой большой трудностью в моей жизни. Мне было труднее всего, когда я сталкивалась с испытаниями, еще не зная слова. Это было тяжелее всего. Когда я была новообращенной христианкой, и я не знала о своей власти, я не знала, как не спровергать замыслы, я не знала, как пленять каждую мысль в послушании Христу. Это были тяжелые дни, когда я только начала изучать слово. Когда же я обрела некоторые навыки и вышла, скажем так, из стадии духовного младенчества, когда мой муж ушел домой к Господу, это не было самой большой трудностью в моей жизни. Хотите знать почему? Потому что я знала ответ. В чем ответ? Не смотреть на то, что неправильно. Сосредоточить внимание на том, что правильно. Слово – якорь для меня. Я знала, что план Божий не оставил мою жизнь с уходом моего мужа из жизни. Поэтому моя жизнь не стала трудной. Конечно, это была трагедия. Конечно, я хотела, чтобы он остался здесь. Конечно, я не планировала остаться одна до конца своего поприща. Но дело в том, что полнота и познание слова делают трудности легче. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то трудным в своей жизни, вы можете увидеть, где вам недостает навыков, где вам не хватает знаний. Обновляйте ум и наполняйтесь словом, наполняйтесь духом. Потому что даже если вам недостает знаний, вы можете иметь полноту. Мы все еще растем в познании, у нас нет всех знаний, но мы все равно можем иметь всю полноту каждый день. Мы можем уделять время тому, чтобы наполняться. И суть не в том, чтобы поддерживать вчерашнюю наполненность. Каждый день необходимо свежее наполнение. И хотя мы в процессе роста, ведь мы все находимся на разных стадиях духовного роста, мы все можем наполняться каждый день и жить в полноте каждый день, даже хотя у нас нет еще полного знания. И полнота поможет трудное сделать легким. Об этом Павел писал Тимофею. Переноси страдания, как добрый воин. Хороший солдат рад применить свое оружие. Хороший солдат обретает навыки. Хороший солдат знает обязанности и долг своего воинского звания. Он не пытается уклониться от своих обязанностей. У хорошего солдата есть правильный ответ на действия противника. Хороший солдат правильно отвечает высшему по званию. В его устах правильный ответ. Хороший солдат не жалуется, не ноет. Он не находится в раздоре с однополчанами. Он не суетится и не ссорится. Итак, переносите трудности, как хороший солдат. И я хочу поговорить с вами о том, что Бог начал возбуждать во мне на этой неделе наряду со смелостью, которую Он акцентировал. Откройте со мной, пожалуйста, 17-й псалом. Я хочу, чтобы вы увидели кое-что очень важное. Как нам переносить трудности или обстоятельства? Какие навыки нам необходимы, чтобы мы переносили трудности, как хорошие солдаты? Не как никудышные солдаты, а как хорошие солдаты. Псалом 17.2 в расширенном переводе. Я люблю тебя, псалмопевец обращается к Богу. Я люблю тебя пламенно и преданно, Господи, крепость моя. Обратите внимание, я люблю тебя пламенно. Теперь откройте, пожалуйста, «Песень песней», 2-ю главу, 15-й стих. «Песень песней». Мы с вами прочитаем несколько мест Писания, поэтому можете просто записать их, чтобы позже перечитать. Если вы можете быстро открыть их на каком-то устройстве, хорошо, но отметьте их для себя. «Песень песней», 2-15 в расширенном переводе. «Сердце мое умилилось, и я пламенно спела ему о моем желании». Не в полсердца. Помните, о чем мы говорили? Иисус сказал, что первая заповедь заключается в том, что Бог получает все. Все ваше сердце, всю вашу душу, весь ваш ум, всю вашу силу. Это значит, что мы не в полсердца поем Ему, поклоняемся Ему. Мы делаем это пламенно. Пламенность – это выражение безраздельности. Когда человек безраздельно отдан Богу всем сердцем, ему присуща пламенность. Теперь прочитаем Деяние, 12-5. И я прочитаю это местописание в двух переводах. Деяние, 12-я глава, 5-й стих. Итак, Петра стерегли в темнице. Прямо перед этим Иаков был брошен в тюрьму, и его убили. И увидев, что это приятно иудеям, также арестовали Петра. И казалось, Петра ожидала та же участь, безвременная смерть. Но здесь сказано. Итак, Петра стерегли в темнице, но церковь молилась. Слава Богу за молитву. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. В чем была разница между ситуацией Иакова и Петра? Мы нигде не читаем, что кто-то молился за Иакова. Но, потеряв лидера, верующие стали бдительнее, и всем сердцем стали молиться. Это было открытой дверью для Бога, чтобы спасти Петра. Он хотел спасти Иакова, но люди не подходили к этому всем сердцем. Итак, Петр оказался в темнице, но он был освобожден. В расширенном переводе пятый стих звучит так. «Итак, Петра стерегли в темнице, но церковь неотступно, пламенно молилась за него Богу». Обратите внимание, это была не просто молитва, но пламенная молитва. Что такое пламенная молитва? Молитва всем сердцем. Это молитва, которая не прекратится, пока не увидит ответ. Молитва с неотступностью, с усердием. То есть, для меня это серьезно, для меня это важно. Бизнесмены, позвольте задать вопрос вам. Вы бы хотели нанять работников, для которых ваша компания не важна? Вам нужны люди, которые так же серьезно относятся к вашему бизнесу, как и вы. Точно так же Богу нужно, чтобы люди относились к его делу настолько же серьезно, как он к нему относится. И именно тут нужна пламенность, усердие, потому что это свидетельствует о том, что для нас честь участвовать в этой работе. В ней все наше сердце. Мы отдаем ей все наши силы. Мы не бережем себя для каких-то других интересов, делая ее чисто из вежливости. Ни один работодатель не хочет работников, просто делающих ему одолжение. Все хотят всецелой отдачи. И точно так же Бог. Вот что сыграло решающую роль в спасении Петра. Пламенная молитва. Не просто молитва. Усердная молитва. То есть мы не остановимся, пока все не изменится. Теперь прочитаем 118-й Псалом, 48-й и 49-й стихи. Псалом 118, 48-49. И у меня еще несколько мест Писания, так что будьте внимательны. Мы прочитаем их быстро, потому что осталось мало времени. Псалом 118, 48-49 в расширенном переводе. «И руки мои буду возносить в пламенной молитве к заповедям Твоим, которые я люблю, и размышлять об уставах Твоих». Пламенно вспомни слово Твое и обещание Твое рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Обратите внимание, псалмопевец говорит, я буду возносить руки в пламенной молитве, а потом обращается к Богу, но Ты пламенно вспомни Твое слово. То есть, Он хотел пламенности со стороны Бога, а потому Сам был пламенным. Если мы все делаем в полсердца, как мы можем ожидать пламенности от Бога? Если мы хотим пламенности со стороны Бога, нам нужно сеять пламенность, усердие в отношении того, что Он делает на земле. Теперь Иакова 5.16. В версии короля Иакова сказано, «Действенная пламенная молитва праведного многое может». Пламенная, усердная молитвенная жизнь значит, что человек не сдается, пока не увидит результат, он не отступает. Религия молится один раз, а пламенность идет до конца. Пламенность не отступает от молитвенной просьбы, пока не увидит желаемого результата. Колоссянам 4.12. В версии короля Иакова сказано, «Приветствует вас епофраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда пламенно подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Обратите внимание, какие молитвы достигают результата. Пламенные молитвы. Молитвы всем сердцем, усердные, не прекращающиеся, пока не придет желаемый результат. Далее, 1 Петра 1, 22-23 в расширенном переводе. «Поскольку своим послушанием истине через Святого Духа вы очистили свои сердца к искреннему братолюбию, смотрите, любите друг друга пламенно от чистого сердца». Заметьте, не только молиться нужно пламенно, но и любить пламенно. Что значит любить пламенно? Это значит, вы не списываете людей. Это значит, что вы не прекращаете любить просто потому, что они ведут себя нелюбезно. Далее, 23 стих. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Он говорит, любите пламенно не потому, что вам кто-то нравится, но потому, что в вас божественная жизнь. И он говорит, вы рождены свыше, так что теперь у вас есть все необходимое, чтобы пламенно любить людей. 1 Петра 4, 8. «Более же всего имейте пламенную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Что такое «любовь покрывает»? Если у вас есть влияние в жизни кого-то, кто грешит, вам следует ему помочь. Пламенная любовь покрывает, это значит, что она не ходит и не рассказывает всем вокруг. Она прячет, прикрывает, не разглашает. Дальше. Марка 10, 16 в расширенном переводе. «Иисус взял детей на руки по одному и пламенно призвал благословения, возложив на них руки». Заметьте, пламенно. Он не просто потрепал их по головке, но пламенно. Дальше я хочу прочитать римлянам 12 главу, 10 и 11 стихи. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». А, вот в чем ключ, как Бог хочет, чтобы Ему служили пламенно. Это значит, вы целиком и полностью безраздельно вовлечены. Позвольте мне в нескольких переводах прочитать вам это местописание. Римлянам 12, 11, где сказано «духом пламенейте». Расширенный перевод. «Никогда не ослабевайте в рвении и искреннем усердии, пылайте и горите духом». В английской Библии издательства Лексхэм сказано «будьте полны энтузиазма в духе». Еще один перевод говорит «используйте всю свою энергию, чтобы служить Господу». Не в полсердца, не так ли? Следующий перевод «трудитесь усердно и не ленитесь, служите Господу с сердцем полным посвящения». Мне нравится следующий перевод «горите в духе». Вот что такое пламенность, вот что позволяет переправиться на другую сторону. Аминь. Следующий. «Сохраняйте свой духовный пыл, служа Господу». Еще один. «Никогда не позволяйте огню в вашем сердце погаснуть. Храните его, служите Господу». Пламенность так важна, чтобы продолжать идти и не сдаваться. И еще один. «Поддерживайте рвение в кипящем состоянии». Как важно нам кипеть любовью к Богу, кипеть в служении. Именно через таких людей Бог может являться. И Он желает этого для нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok